В Томске продолжает развиваться новая для нашего города и региона дисциплина – спортивное метание ножа. Этот вид спорта получил официальное признание в России не так давно. Его правила Минспорт утвердил только осенью прошлого года. Активно спортивное метание ножа развивает Тирнайко. В летний период тренировки и соревнования проходят на открытом воздухе. Для снайперов, по сути, родным домом стал знаменитый сельский парк Аколица в селе Зоркальцево, где на праздник топора собираются резчики по дереву, кузнецы, гончары и представители других ремесел из разных стран мира. Но, как известно, сибирское лето коротко. Правда, это не повод прекращать тренировочную и соревновательную деятельность. Благо, у клуба Найко есть спортивная база, расположенная в самом центре города. По адресу переулок 1905 года 5А строения 2 находится Тир, где культивируется пулевая стрельба, стрельба из лука и спортивное метание ножа. Там-то и состоялся первый старт зимнего сезона в закрытом помещении. Это у нас, скажем так, отборочный турнир на поездку в поселок Кулькан, в Косковской области, на всероссийский турнир, который состоится 25-26 сентября. Наша группа, команда поедет туда. В соревнованиях в Киринайко приняли участие спортсмены разного пола, возраста и уровня мастерства. Медали были разыграны на дистанциях 3, 5, 7 и 9 метров. Компанию с жителем областного центра на этих стартах составил Олег Кудрявцев из Парабели. Этим видом спорта он увлечен уже третий год. Получилось прямо неожиданно как-то с приобретением хорошего большого гаража. У меня сразу стрельнуло в голове, что надо что-то спортивное сделать. И я сделал стенд и начал накидывать различные штыри и ножи. И спустя несколько дней понял, что этого мало и надо выяснить в интернете, чем же серьезные люди занимаются. Он нашел источники. То есть у вас небольшой свой личный тир? Да, именно так. В гостях у Томичей в тире Найко спортсмен, приехавший более чем за 400 километров, показал хорошую технику метания ножа. Высокие результаты в этом виде спорта демонстрируют не только взрослые спортсмены, но и юные. Так в очередной раз здорово выступила Анастасия Нарыжная. В турнире участвую из девочек только я, но так на занятия ходят еще несколько девочек со мной вместе. Сегодня мужчинам придется нелегко, как ты думаешь? Ну, посмотрим по результатам. Ну, ты в себе уверена? Да, я в себе уверена. А какие основные качества дают тебе такую уверенность? Так сразу и не скажешь. Наверное, когда мой нож попадает в цель, вот это придет мне уверенности. По итогам томских соревнований Анастасия Нарыжная прошла отбор на всероссийский турнир в Иркутскую область, куда в конце сентября отправятся вместе с тайничами Павлом Найко и Антоном Крючковым. В Иркутской области наши земляки намерены получить спортивные разряды и, конечно же, бесценный опыт. Президент федерации Иркутской области, он чемпион мира. Приехали из Анапы с чемпионата России, где они выступали. Это был первый чемпионат России по спортивному метанию ножа. Иркутяне поделятся своим опытом, а когда замахнетесь сами на чемпионат России, когда замахнемся на Шекспира, нашего Вильяма? Я думаю, что на следующий год мы уже точно будем участвовать в этом чемпионате. Кстати, Тир Найко – это не только место для избранных, для тех, кто стремится к медалям таких крупных турниров, как чемпионат России, но и для всех желающих, для тех, кто просто хочет научиться о замметании ножа, стрельбы, пневматического оружия и стрельбы из выхода.